МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут монахиня Ефросинья. Я нахожусь в Иерусалимской патриархии. Несу там послушание уже около 10 лет. А в мире можно вашу? Матвеева. Монахиня Ефросинья Матвеева. И сама на Святой Земле уже около 16 лет. А непосредственно в Иерусалимской патриархии я нахожусь около 10 лет. Мы нашли древний библейский рецепт. Это было несколько лет назад, 7 лет назад, в архиве в городе Иерусалиме. У меня была, в принципе, давно такая мечта. Но тот же самый мир, нардово-евангельское, то есть его принести, донести до людей, которое оно было, настоящее, понимаете, которое описано в Евангелии от трех евангелистов, как раз. И мы знаем, что на иконе Марии Магдалины, также вот эта сама Мария Магдалина стоит с кувшином нардового мира. Много было повествований об этом. И я решила, помолясь Господу Богу, вот этот рецепт найти. И, милостью Божьей, как-то вот этот, в архивах мы нашли этот рецепт, перевели на французский язык. И я поехала во Францию, в город Грасс. Там у меня были мои знакомые, и вот директор парфюмерного вот этого завода в Грассе, который делает такие вот серьезные такие духи, как Шанель, как Христиан Диор, да. Вот они посмотрели на этот рецепт, они говорят, матушка, а мы не можем здесь такое сделать? Я говорю, а почему? А потому что нард, цветок, растет только в Индии. Я говорю, ну, вы не можете его приобрести? Они говорят, мы попробуем приобрести этот цветок и что-то для вас сделать. И действительно, они приобрели в Индии, закупили цветки нарда. И затем во Франции, в городе Грассе, на этом заводе знаменитом, сделали выжимку из этого цветка нарда. Дело в том, что это был драгоценнейший цветок, и он исцелял от различных болезней, то есть в наше время просто про него забыли. И вот этот завод, значит, сделал мне концентрат из этого нардового, значит, вот цветка. И по рецепту добавили, ну, там, корейца, там, ну, многие всякие разные, вот я не буду говорить, потому что это все-таки секрет, да. Вот. И они мне этот концентрат отправили в Израиль, в Иерусалим. И у меня стала идея такая, думаю, как же вот людям преподнести это, да. Я думаю, это же евангельское нардовое миро, поэтому я должна его все-таки осветить на гробе Господне. И первое, я взяла этот концентрат, принесла ко гробу Господне, поставила эту баночку, да, концентрат, говорю, Господи, благослови. Потом у меня идея была такая, надо его концентрат разбавить с лампадным маслом гроба Господня. И вот я так поставила, понимаете, вернее, налила это вот с гроба Господня лампадное масло, и получилось такое священное. И, вы знаете, очень многие ко мне приезжают в паломничество, так известные люди, например, Галина Борисова Волчек, и я подарила ей флакончик вот такого нардового мира, священного на гробе Господне. Ну, вы знаете, Галина Борисова Волчек, это режиссер, да, современника. И вот она помазалась, говорит, матушка, какое чудное благоухание, как оно пахнет вкусно. И у нее болела вот как-то спина, она помазалась, говорит, и боль сразу прошла, понимаете. То есть вот это меня немножко, как бы, понимаете, подзадорило, что ли, я не знаю, как это назвать, думаю. Они говорят, это нужно для России, то есть ты можешь это производить для России. Но дело в том, что это же нужно целое, как бы, понимаете, устраивать целую компанию, какой-то завод производства. И у меня, я поехала во Францию, у меня там очень хорошая знакомая была, она тоже работала в парфюмерном таком, можно сказать, бизнесе. И, ну, она очень, можно сказать, серый кардинал в этом деле. Да, и она работает тоже вот с Христиан Диор, там, Шанель, вот все. Она является носом. Носом, это такой, ну, знаете, да, профессия нос. И она говорит, матушка, давай я это самое, переночу, у меня там три дня, я тебе сделаю такие духи личные, то есть они делают там личные для президентов стран, понимаете, то есть личные духи, которых больше нету. А вот, я говорю, да мне не надо, вот мне сделали вот это самое, вот такие, она говорит, да, это очень хороший запах, вот, но я тебе могу еще сделать разновидности всяких разных запах, могу для тебя лично, я говорю, да мне ничего не надо. То есть это для народа, для людей, в принципе, для помазания, для исцеления. Вот. И она мне три дня просто показывала, как она делает вот эти запахи. То есть она разложила, у нее такой, как бы, пенал большой, и, значит, ампулки такие, вот это самое, да. И она добавляет из одной, в другую, в третью. И вы знаете, мне как-то передалось вот это, талант, я не знаю, что-то, вот частицы этого таланта. Я приехала домой, я думаю, что-то мне не хватает вот одно народовое мира. Надо, например, сделать освященное на гробнице Божьей Матери, например, освященное на Голгофе. И пусть это будет разные запахи немножко, но на основе народового мира. Я сделала это народовое мира. Позвонила во Францию, в ГРАС, на завод. Пришлите мне розу, пришлите мне жасмин, пришлите мне гординелоз, пришлите мне там мира. И они мне высылают это, тоже в таких ампулках небольших. И я начинаю, говорю, Господи Иисусе Христе, благослови. Это все для людей, для исцеления, чтобы помазывались вот на основе народового мира. И стала добавлять. Жасмин немножко каплю, понимаете, в нарт. Потом мира немножко, потом розу. И получилось шесть запахов моих. И произвело такое, можно сказать, я не ожидала. Вот меня Наина Иосифовна Ельцина тут пригласила. Как-то мы, ну, так, знакомы очень хорошо. Они приезжали с Борисом Николаевичем на Святую Землю 2000 года. И она меня часто приглашает к себе на ужин, когда я приезжаю в Россию. А у нее тоже то спинам болит, то еще там что-то. Я говорю, Наина Иосифовна, вам дарю вот нардовое миро. Вот. И она дочек своих позвала, там вот Татьяна, там Лена. Вот. И я им подарила эти, такой парфюм. Ну, именно нардовое миро, освещенное. Они, ой, какой запах, как им понравилось. Стали вот они пробовать тоже на плечах. Мать Эфросинья. Вот я помазала, вот она мне потом звонила. И ты знаешь, у меня боль даже прошла. Говорит, что это там у тебя там чудеса? Я говорю, конечно, я туда добавила. Что лампадное масло с гроба Господня. Значит, с благодатного огня вот масло добавила. Потом с Голгофы, с гробницы Божьей Матери. Потом мира Николая Чудотворца. И всех святых, то есть с лампадки вот этих святых, вот именно на мощах которых, да, я добавила все вот именно вот в эти, в нардовые миро, вот в эти разные, понимаете. И люди просто стали исцеляться. Не просто вот этот дивный запах, а просто пошли исцеление. И вот у меня есть некоторые, ну, женщины, которые вот участвовали на православных выставках, и они записали целую книгу, большую толстую книгу о именно исцелении. Матушка, вот такой вопрос, немного личный. Скажите, вот вы, получается, открыли для себя вот такую новую род деятельности, такую новую ипостаси себя почувствовали. Вот это как парфюмер, да, можно так сказать. То есть, ну, не так вот, парфюмер как бы на моем языке, цветском немножечко, да. Вот, расскажите, пожалуйста, вот как вы себя ощущаете сейчас? После этого открытия, ну, это действительно открытие, то есть после вот этого всего, то есть вот кем вы себя чувствуете и как вообще вы... Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что вся моя жизнь, да, она грешная, вот, прежде всего. То есть я пришла сюда, в церковь, ну, удивительным образом, я уже как бы говорила в другой передаче. Вот, и я очень много грешила. И вот так, милостью Божьей, пришла к Богу. Вот такими, то есть мне Господь сам призвал, как апостола Павла, можно сказать. Вот, то есть я сильно заболела, очень сильно. То есть я на одре болезни, то есть уже при смерти, я призвала Господа Иисуса Христа, и Он меня исцелил. Но я сказала, я пойду, я все брошу и пойду служить тебе в церковь православную. И Он меня исцелил. Поэтому для меня, прежде всего, когда я читаю в Евангелии о том, что сделала блудница, или вот, ну, и Мария, там, и Мария Магдалина сказано, да, что они принесли все, они отдали, что значит кувшин народного мира, принести Господу и вылить Ему на ноги, да. То есть это считалось принести все имение, все, что у нее было. То есть оно действительно считалось драгоценной народного мира, и люди собирали по капельке, экономя на еде. То есть вот женщины экономя на еде. То есть вот народного мира, оно считалось не только такое целебное, да, оно прекрасное парфюмерное средство было. Вот, и они, конечно, намощались там, вот, и брызгались как-то. И первая очередная задача была моя, да, не то, что там создавать какие-то парфюмеры или что. Я хотела вывести, вот именно найти вот это, найти вот это средство, вот именно вот это народное миро библейское, евангельское, понимаете, это как миссионерство прежде всего, а не то, что там какой-то там парфюмер или что там, Господи помилуй, да. Вот, то есть у меня была задача, вот, я смотрела на эту блудницу, да, я говорю, я же самогрешная, сколько у меня грехов, с чем я пойду. А она сделала благое для Господа, она вылила, даже вот Иуда искает, зачем такая трата мира, помните, да, можно раздать все нищим. Господь говорит, нищих вы имеете всегда, а она сделала благое. И в Евангелии всегда говорится о том, что сделала, она возлила на ноги Спасителю вот это народовое миро. Понимаете, и в лосами своими оттерла, то есть она в покаянии просила у Господа прощения, и Господь ее простил. А я что в этой жизни сделала? Что? Я что и доброго принесла? Понимаете, я не считаю ничего. То, что Господь дает, вот, исцеление он дал, а что я ему принесла, понимаете? И для меня вот это пример Марии Магдалины, или вот этой Марии блудницы там, вот. Я посмотрела на это, моя мечта просто создать это народовое миро, понимаете? У меня не было никаких коммерческих смыслов, или чего. А вот просто принести для людей, донести до этого. И чтобы оно было освященное, и люди, помазав свое чело, они вспоминали евангельские события. Многие стали перечитывать Евангелие, понимаете? Для меня это самая большая миссия. То есть это миссионерство, понимаете? Говорить о Боге, то есть это народовое миро, это разговор о Христе, о воскресении Господнем, понимаете? О Его распятии, зарод человеческом, понимаете? Помазав свое чело, люди будут вспоминать и Марию Магдалину, и Марию блудницам, и все грешные, понимаете? И вот этим способом мы как-то потихонечку будем умягчать свои сердца и приходить к Богу. Где-то, может, у нас слезки прольются, где-то чего-то, понимаете? Поэтому вот я не считаю себя парфюмером, но так уже Господь дал, что действительно запах всем очень нравится. Но Ваша жизнь изменилась? Моя жизнь изменилась, я живу только вот именно сейчас Писанием. Вот это народовое миро открывает для меня очень много, потому что очень многие люди исцеляются, они очень благодарны. Вы знаете, вот я не ожидала такой реакции от людей положительной. Дело в том, что после выступления моего вот в эфире, тоже на телеканале «Союз», очень многие люди стали мне звонить в первый же день по телефону, потому что я оставила свой телефон, пожалуйста, адреса. Завалили меня письмами, встречают меня на улице и говорят, мать Ефросинь, это вы? Я говорю, да. И они начинают просто рыдать, начинают плакать. И говорят, спасибо вам, что у вас есть живая вера. Этой веры нам сейчас в этой жизни не хватает. После советского вот этого всего, да, вы понимаете, после строя вот этого всего, люди еще не могут отойти, не могут найти вот эту живую веру. И мы в вас нашли живую веру. А разве это не важно, понимаете? И преподнести вот это настоящее живое народовое миро, освященное на гробе Господне или на святых местах, да, то есть это миссионерство, понимаете? И, то есть, они, мазав себя, то есть они полностью пропитываются вот этим Святым Писанием. Понятно. И душу, и тело, и, да. Матушка, скажите, а вот я, как обычная мирянка, хочу спросить, а как можно вот приобрести вот это вот, обычные россиянки, которые живут в Москве или там? Да. Ну вот я приехала как раз сейчас в Россию. Дело в том, что очень много опять писем и звонков было, говорят, мы не все можем поехать в Иерусалим и купить это народовое миро, которое также вот находится там в разных монастырях Святой Земли. И я как-то, вот знаете, связалась с Данилов монастырем, с Сергием Посадом. Я говорю, очень много желающих, которые бы хотели вот приобрести это народовое миро. И они согласились и взяли у нас партию, сначала маленькую, говорят, давайте попробуем. Я говорю, вы знаете, я отдаю просто по себестоимости, я хочу, чтобы, потому что нужно перевести, растаможить, вы понимаете, это все затраты такие, да. Я хочу, чтобы это было, вот мой вклад в церкви, в Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, чтобы люди, люди могли вот приобрести в любой церкви это вот. И тем самым, купив там пожертвовав какое-то там средство, это пойдет на восстановление этого же храма, понимаете? То есть Данилов монастырь, значит, восстановление Данилов монастыря. Сергий в паса, значит, какая-то жертвочка пойдет для восстановления этого же храма, понимаете? Вот, поэтому вот такая у меня миссия сейчас. Понятно. То есть вы сейчас пока занимаетесь тем, чтобы как бы наладить связи, да? Да вы знаете, я просто сдала несколько вот штучек попробовать, да, и я не ожидала, что люди просто будут действительно покупать. Поэтому надо как-то вот сейчас продумывать, вот я даже говорила вот с фондом Андрея Первозванова, Владимир Ивановича Кунин, чтобы они сделали такую благотворительную акцию, но это они сейчас думают, чтобы вот это нардовое миро у нас закупить и пожертвовать всем монастырям храмом, да? И они будут продавать это нардовое миро и иметь возможность построить себе храм или монастырь. То есть не идти к какому-то там дяденьке, да, и просить, дайте нам, унижаясь там, там, на монастырь столько-то денег, вы понимаете? Вот один толкский монастырь, сколько там сестер, как их надо прокормить, сколько храмов там построить, понимаете? Как матушке варваре, просто тяжело. Она постоянно плачет, говорит, Господи, мать и фразе не помолись у гроба Господи. Я каждый день молюсь, помоги Господи, матушке варваре, игумене, понимаете? Настолько тяжело, просто это только игуменский крест, вот игумени могут понять, как тяжело монастырям. Поэтому если сделать вот такую благотворительную акцию, вот как бы пожертвовав, то есть если они вот выкупят хотя бы себестоимость вот этого нардового мира, я привезу, это все растаможу и отправлю по монастырям, по храму. И они, продав вот это, будут восстанавливаться и храмы, и монастыри. Матушка, у меня вопросы закончились. Может, у вас есть что-то добавить такое, что вы хотели сказать? Да, я очень хотела поблагодарить всех людей, всех православных, вот, женщин, ну, всех, которые вот с любовью посмотрели передачу со мной и как-то вот откликнулись своей душой, любовью ко мне. То есть это проникновение в их душу, я просто, я сама не ожидала, что так произведет такое впечатление. Вот, и я очень благодарна вам, всем зрителям, слушателям, что, ну, у вас такие сердца, и вообще, что вы как-то меня даже, ну, немного, ну, порадовали этим, понимаете, потому что я увидела боль ваших сердец, я каждый день у грубо Господня ставлю свечку за вас, за всех, за весь русский народ, вот, это моя обязанность, вот, молиться за всех российских христиан, это моя миссия, вот, живя там на святой земле, молиться у грубо Господня за всю Россию, потому что я россиянка, вот, поэтому мне просто вот хотелось сказать пару слов. Молитвами, 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 все, все с верой, с любовью, мажемся, пьем, встанавливаемся. Да, это вот мои дорогие, можно сказать, трудницы, вот, они несут послушание, но и помогают, бывает на православной выставке, приезжают к грубо Господня, вот, и так везде мы ездим по святым местам, и вот последние 10 лет трудились на православных выставках, как миссионеры, вот, вот, также распространяя нардовое миро, вот, они могут немножко рассказать, вот, бывают исцеления очень какие-то, вот. Вот случилось так в моей жизни, что я первый раз попала в Израиль, в Иерусалим, паломническая поездка была, и мы пришли в гости к матушке Ефросине, в Феодор Стратилата монастырь, и там вот мы познакомились с матушкой, и вот там она нам дала нардовое миро, и сказала, что это вот в таких экстренных случаях, голова болит, там, что-то вот болит, все, куда-то выходите в люди, все, помазать себя во имя Отца и Сына и Святого Духа. А у меня очень болели коленки, я уже делала обезболивающие уколы, у меня очень сильно оттекали ноги, очень, коленки у меня были, это просто безобразие. Мы приехали в Москву, все, и я думала, что матушка дала, значит, нужно попробовать с верой, с любовью, все, с молитвами. Вот утром утренние молитвы прочитаю, все, и говорю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси, сохрани, помилуй меня на руку нардовое миро, и начинаю втирать коленочки. Господи, спаси, сохрани, помилуй. Вот все время, и я делала это утром, вечером, и через две недели у меня коленочки гнутся, и я спокойно стала ходить, у меня нету такой отечности. На даче я обожглась очень сильно сковородкой, в первую очередь вспомнила матушку. Господи, это же ожоги сильные. Я помазала с молитвой, очень аж почитала, Богородица, Девы, радуйся, все. У меня через два дня как будто ничего не было. Молитва, порезы, все, вот это, вы знаете, я даже не знаю, как это передать, но, конечно, все нужно с любовью, и все нужно верить. С молитвой? Да, с молитвой, с любовью, это нужно верить. Потому что это в действительности, вот, что-то болит, у меня очень сильно высокое давление. У нас на выставке женщина продает, носит нам, предлагает пакеты для того, чтобы положить туда то, что люди приобретают. У нее был инфаркт, и она все равно, она работает, она на пенсии, говорит, мне, говорит, тяжело все. Она подходит и говорит, Нина, я тебя очень прошу, ты ничем мне не можешь помочь. Я говорю, а что случилось? Говорит, я не могу, я задыхаюсь, у меня грудина болит. Я говорю, ну тогда подойди ко мне поближе, встань в уголочек, помолись, я тебе дам мир инардовое. Я говорю, только ты мне ручку свою сделала, что я говорю, я не могу тебе делать ничего, все. Она подставила мне руку, я дала ей нардовое миро, побрызгала ей как следует все. Она расстегнулась, она сделала три раза крест во имя Отца и Сына и Святого Дуга. Я говорю, вот напротив попроси, у них есть стульчик, посиди. Она посидела, потом она ко мне подошла и сказала, спасибо, я говорю, не мне, Господу, ведь мне легче стало. У меня высокое давление, я тоже этим пользуюсь часто. У меня история началась с того, что когда мы приехали к полумбинскую поездку, на матушке Ефросине всем подарила нардовое миро. И мы, я приехала домой, у меня был такой случай, что у меня внучка, катавшись на мотоцикле, они упали в канаву и очень сильно поранились. И она пришла домой, у нее весь локоть был, в общем, кожи на локте не было. И мы стали мазать нардовое миро, и буквально за четыре дня все зажило, и не осталось даже следа. С молитвой мы помазывали, читали молитву, смывали святой водой и потом мазали нардовое миро с молитвой. Слава Богу, вот нет даже следа от каких-то ран, а все девочки, которые попали в аварию, их было четыре человека, ехало на мотоцикле, они лежали в больнице и очень долго болели. У меня был случай, это было в Москве на ВВЦ в 70-м павильоне, привели одержимую женщину. Ее вели сыновья, их было четыре человека. И когда они подводили к стенду приложиться к иконам, они ее держали, потому что она вырывалась и не хотела подходить к иконам. Так получилось, что один из сыновей подошел, я ему нанесла на руку нардовое миро, и они ее помазали. Она так кричала, раскидала их всех, но постепенно она притихла, и они уже ее могли свободно повезти, вывели с ярмарки. Вы знаете, такое было чудо, вот у меня тоже вот одна моя, ну, раба Божия, вот знакомая, она находилась на выставке православной в Москве, и вдруг, она мне рассказывает, пришла женщина молодая, вот у нее был пятилетний мальчик. И она говорит, что же мне делать? Вот у меня Нина Васильевна сидела, говорит, что же мне делать? Я, говорит, уже, и как я только не молилась, и что я только не просила, чтобы вот мне Господь как-то дал. Она говорит, мальчик пять лет не разговаривает. Ни мама, ни папа, никак. И вот у меня Нина Васильевна говорит, а вот возьмите нардовое миро с верой, помажьте имя отца и сына святого духа, лобик ему. Вот, возьмите плат святой Вероники, ну, это такой плат святой Вероники, где нерукотворенный образ спасителя запечатлен, мы освящаем на гробнице Божией Матери, гроба Господня и камня мира помазанием. И тоже вот в нардовом мире все это освящаем. Говорит, возьмите и прямо вот на голову ему оденьте вот этот плат. И вот немножко помолитесь. И по вере вашей да будет вам. И вы знаете, она положила на мальчика на голову, помазала нардовым миром, убирает плат, и мальчик пальцем показывает на образ спасителя и говорит такие слова. Это он. Понимаете, вот такие чудеса происходят. Вот именно многие святые, и Господь являлся, и Матерь Божия, многим святым мы говорили, именно вот от лампадки святых мощей или вот, например, даже гроба Господня, естественно, да, а тем более у меня в нардовом мире не только с лампадки гроба Господня, а с гробницы Божией Матери всех святых, да, и с лампадки вот именно благодатного огня, это который один раз всходит вот именно на гроб Господень, Великую Субботу. То есть у меня это масло добавлено именно с благодатного огня. Вот, то есть это такое, вот, понимаете, это вот дух воскресения такой, понимаете, праздника вот такого. Поэтому, конечно, бесы боятся такого. Вот, и многие исцеляются, и, конечно, это только слава Богу. То есть это слава имени Господня, что вот такие чудеса именем его совершаются. Мне хотелось сказать самое важное, что, как в Святом Писании написано псалмопевцем Давидом, «Не нам, не нам, Господи, но имени Твоему слава». Поэтому я грешный человек, но вот это нардовое миро, освященное от лампадки гроба Господня и других святых палестинских, оно действительно исцеляет только по благодати Божией и по вере. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok